Добрый вечер, вы на Щелковском. Это программа Диалог в прямом эфире. И по традиции позвонить к нам в студию. Можно по телефону 71440-71450 и задать вопросы. Мои сегодняшние гости это директор театрально-концертного центра Щелковский театр Татьяна Борисовна Ершова. Добрый вечер, Татьяна Борисовна. Добрый вечер. Очень приятно видеть вас здесь у нас в Диалоге. И сегодня, я думаю, у нас с вами такая тема приятная, яркая, радостная. Это все, что связано с творчеством, с искусством и, собственно говоря, с замечательным таким учреждением, учреждением, которое уже не один год плодотворно работает здесь, в нашем городском округе Щелково. Это театрально-концертный центр. Щелковский театр. И поскольку все-таки 2019 год, который уже прошел, он был таким достаточно насыщенным, потому что он был годом театра, годом, в общем-то, вашего учреждения. И отметили вы его тоже очень ярко. Сказать, что театральный сезон открылся с интересных премьер, мы обязательно об этом скажем. И на нашей земле было уникальное событие. Это передача театральной эстафеты, которая началась у нас, прошлась по многим городам, и нам выпала честь ее принимать. А на ваш взгляд, 2019 год и год театра. Каким он был для нашего Щелковского театра? И, может быть, немного так расскажете, на ваш взгляд, что было самым ярким и самым интересным? Ну, год театра для театрально-концертного центра, я считаю, был успешным. Ну, успешным, наверное, потому, что каждый коллектив, который трудится в нашем театрально-концертном центре, достиг определенных успехов. И если говорить, начнем с театральной, с нашей тропы, хотелось бы отметить, что на таком фестивале, значимом, как Пушкинский карнавал, мы занимаем самое высокое место и самую значимую премию. Это премия Василия Ланового. Когда надо было за семь минут показать себя так, чтобы взять эту премию. А это говорит о нашем профессионализме, о том, что мы правильно выбрали тему и правильно ее подали. А что за тема была? А тему надо было показать именно что-то из Пушкина, и мы поехали с графом Нулиным. Но взяли самый яркий кусок, и Светлана Ивановна Погодина, наш главный режиссер, правильно подошла к этой теме, поэтому и мы получили такой приз. Как бы мы выделили среди всех. А надо отметить, что в Московской области 22 театра. И вы понимаете, что это был определенный уровень, это была борьба соответствующая, и доказывать на то, на что мы способны и что мы умеем. И это сказал о том, что мы действительно можем занимать свой пьедестал, и неплохой. Но если говорить о других коллективах, то надо отметить, что наш оркестр, духовой оркестр, занимает первое место на международном фестивале, который проходил в Истре, где присутствовали не только города Московской области, но и города нашего бывшего Советского Союза. Поэтому я считаю, что это тоже очень значимо. И третий коллектив, это наш ансамбль русской песни «Распевы», занимал того, что вы, наверное, зрители все заметили, что мы их часто видим на Первом канале. У Якубовича. Они уже постоянные гости, да. Да, и в этом ты в 2019 году, они занимают одно из первых мест на фестивале в Чебоксарах, родники России. Поэтому каждый коллектив по-своему в год театра проявил себя. И проявил, я считаю, что очень на хорошем уровне. Это очень важно, потому что вот эти коллективы, они раньше существовали, ну, отдельно, скажем так. Каждые в отдельности. Да, каждый в отдельности. И вот театральный концертный центр стал им таким домом, где они действительно, и есть возможность у них постоянно собираться репетировать, да, и проводить концерты. И я так понимаю, что вот именно для театра очень важный момент тоже стал обретение такого дома, да, потому что иметь вот эту собственную сцену для актеров, для режиссеров – это очень-очень важно. И я знаю, что, опять же, в продолжении, да, театра, что сегодня он развивается и очень активно. И вы приглашаете, я понимаю, так и режиссеров разных. И актеры получили профессиональное образование. Это тоже очень важно понимать, что все-таки театр имеет профессиональную основу. Что вы вот вкладываете в это понимание, на ваш взгляд, и почему приглашаете еще режиссеров, что это дает артистам, что это дает театру? Да, я очень сегодня рада, что у нас работает как бы несколько школ. Но Светлана Погодина известна. У нас в Щелковске, в городском округе Щелково, которое закончило театральное училище Нещукино. И совсем недавно к нам пришел молодой режиссер Никита Александрович Беляев, который закончил ГИТИС. Кроме того, к нам пришли актеры, которые тоже закончили ГИТИС, одни из школы МХАТ. И вы знаете, что примечательное? Вот это разные школы дают очень хороший результат. Это обогащение актеров. Каждый видит эту школу, применяет в работе. Идет обмен, обмен опытом, обмен знаниями. Поэтому, наверное, я считаю, что мы сегодня повышаем качество наших спектаклей. Вы знаете, что меня радует? Когда-то, начиная пять лет назад, нашему театрально-концертному центру пять лет уже, в нашем репертуаре театра было 12 спектаклей. Сегодня 44. 44. Причем очень заметный рост. И, как мы уже с вами сказали, и актеры появились с разной школой, и два режиссера работают. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Для и театральной труппы, но и для вообще в целом театра города Щелка. Да. Еще очень важно, что спектакли, постановки делаются для людей разного возраста. Как от самых маленьких, так и для взрослых. И это спектакли не только по авторским пьесам. Это классика, которая сегодня, на мой взгляд, она является собой основу репертуарного театра. Это как в живописи. Классика живописи, так и здесь. И я так понимаю, что на это тоже делается акцент. На такое именно разнообразие. Разнообразие, конечно. Потому что зрители разные. И хотелось бы каждому, чтобы шло разнообразие. И спектакли, естественно, зритель придет разный. Поэтому у нас есть упоры на классику. Или, наверное, делали вас и репортажи были о том, что нашли такие классические пьесы, как «Любовь к книгу золотая». Затем у нас шло по Островскому «Старый друг лучше новых двух». И очень, ну, я хочу сказать, за период вот этот было, а мы участвовали в федеральной программе, восемь премьер, именно поставленных на деньги федеральной программы. Из них пять детских спектаклей. Надо сказать, что родители молодцы. Приводят детей в театр, и это очень радует. И они востребованы. Востребованы детские спектакли. Но мы, конечно, стараемся отрывать нашего зрителя от компьютеров и приглашать в театр, приглашать и показывать и классические произведения. И вы знаете, я бы, наверное, отметила сегодня такой наш проект, который родился, задействовав две отрасли. Это образование и отрасль культуры. Образование в лице комитета по образованию. А отрасль культуры – это наш театрально-концертный центр «Щелковский театр» и библиотечная сеть. Уже четыре года действует проект «От книги к театру». И наша цель была, как я уже выше сказала, оторвать детей от компьютеров, привезти их в театр. И мы задались целью приблизить наши короткие спектакли, так называемые малые формы, к школьной программе. И вы знаете, это получило хорошее развитие. И если обернуться четыре года назад, то явка была в течение театрального сезона где-то 1912 школьников, которые посетили, то уже в 2019 году это четыре с половиной тысячи. То есть это результат. И я бы хотела сказать и сегодня, наверное, поздравить всех нас участников этого проекта с тем, что нашим опытом заинтересовались. И я вот хочу сказать о том, что вышел третий номер такого журнала, как справочник руководителя учреждения культуры, в котором я рассказываю, как директор театрально-концертного центра, об этом опыте работы. И сегодня уже об этом читают на просторах нашей любимой Родины. То есть мы еще и образцом явились. Да, потому что как-то задали вопрос, а как вы работаете со школьниками? И вот, пожалуйста, у нас такой проект, который себя оправдал и действительно привлек зрителей. Татьяна Борисовна, звоночек у нас в студию. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Задавайте вопрос, пожалуйста. Есть кто-нибудь на связи? Алло, алло, да? Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Здравствуйте. Я хотела бы вот спросить о чем. Вы сказали, что было много новых постановок, много новых спектаклей за этот год. А согласны ли вы с тем, что любая новая постановка, концерт, спектакль – это все-таки какой-то творческий риск? Хороший вопрос. Да, интересно. Вы знаете, я согласна с этим, что это действительно творческий риск. Я приведу такой пример, который вот совершенно недавно был у нас, и мы почувствовали, что мы действительно каждый раз рискуешь. Это, например, такой спектакль, как «Шутки в глухомане». Ах, да, да. Когда зритель разделился. Ага. Ну, да. Люди более пожилого возраста восприняли его по-своему. А люди другого возраста – был аншлаг и масса аплодисментов. Так. То есть тут чувствуются вкусовые приоритеты. Вкусовые приоритеты. Поэтому каждый раз ты рискуешь, а какой придет зритель, а как он воспримет. Да, да. И также и концертные программы. Каждый раз мы даем себе оценку, и оценку нам дает зритель. Поэтому рискуем каждый раз. И в этом, наверное, прелесть нашей работы. Да. И вот еще в продолжение этого вопроса. А, так сказать, вот когда, допустим, готовится спектакль, вы это обсуждаете? Бываете ли вы на репетициях? Вносите ли вы какие-то… Или вы отдаете это исключительно на откуп режиссерам, постановщикам? Вот есть ли у вас такое, скажем так, коллегиальное обсуждение? Ну, я хочу сказать, чем характерны театры. Здесь разделение. Директор ведет хозяйственные все вопросы. А художественный руководитель, а у нас, в частности, главный режиссер и режиссер. И у нас с этого года есть заместитель директора по художественным вопросам. Это их, конечно, выбор спектаклей. Но я хочу сказать, что я всегда выступаю с точки зрения зрителя. Потому что я уважаю профессионализм. Уважаю тех людей, которые учились этому. Поэтому, как зритель, я имею право выразить свое мнение. И вы знаете, иногда получается так, что я понимаю по-своему, мне приходится их выслушать и понять, что здесь я не права. Да? Да, потому что профессионализм, он побеждает. Есть взгляд определенный у режиссера. У них есть такая фраза любимая. А я так вижу. Я художник, я так вижу. И здесь я как бы свое место знаю. Но мне не имею права выразить. Еще вопрос такой. Я так понимаю, что на некоторые постановки привлекаются актеры извне, скажем так, да? Извне труппы. Как, допустим, человеку, который хочет попасть в труппу, актеру, да? Прийти в ваш театр? Наверняка, может быть, телекастинг или что-то. Потому что все-таки понимаешь, что профессиональный коллектив, понимаешь, что уже сотканный, да? Но все-таки, допустим, есть у человека с образованием, с возможностями, с желанием. А может быть, и без образования. Как это все происходит? Ну, привлекаем мы немного очень. Я бы сказала, наверное, вот за этот год только одну актрису мы привлекли. Потому что стараемся все-таки, чтобы труппа наша была загружена. Ну, здесь отдается выбор режиссеру, который ставит спектакль. И, правда, кастинга у нас еще не было в нашей практике. Но вот как бы выбор такой был. Актрису, которую пригласили. И она работала у нас. Ну, это, в частности, «Варшавская мелодия». Да-да-да, вот я против. А Дарья Кабанова тоже такая закончила гейтиспособная актриса. И, на мой взгляд, именно вот этот спектакль получился, наверное, несколько для нас значимым и необычным. Потому что свой подход, свой почерк у Никиты Александровича, у Светланы Ивановны, свой почерк. И в этом, наверное, вся прелесть. Да. Но мне нравится, что они работают вместе. Они могут выразить друг другу мнение. И Светлана Ивановна может свою, так сказать, точку зрения. Никита Александрович свою. Но каждый из них ведет свою работу по-своему. Матонии, авторы своих спектаклей. Еще звоночек к нам в студию. Добрый вечер. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Да-да-да. Да. Да-да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень развит интернет, спутниковая телевидение. Мне хочется задать вопрос. А есть ли у театра будущее? Ну, на наш взгляд, я, наверное, вот только что вам назвала, как мы это будущее делаем. Да, мы привлекаем школьников, то, что была программа от книги к театру. И надо сказать, что у нас возник еще один новый проект. Он необычный, который родился в недрах нашего театра. И на сегодняшний час уже заключено соглашение между комитетом по спорту и делам молодежи и нашим театрально-концертным центром. То есть это проба. Мы привлекли и отобрали учащихся колледжей, школ, и предложили им поставить спектакль. Спектакль противо-наркотической направленности. То есть когда-то играли его наши актеры, но они подросли, выросли. И стал вопрос, кому же сыграть. И вот пришла такая идея под названием проект «Я выбираю жизнь». Надо сказать, что Светлана Ванна в этот раз выступила здесь не только как главный режиссер, но и как драматург. То есть она написала эту пьесу. Причем писала ее не выдумывая что-то, а она документальная на фактах, которые происходили не где-нибудь, а в нашем городском округе Щелково. Она советовалась с врачами. То есть она настолько продуманная была. То есть это антинаркотический проект? Да, именно антинаркотический спектакль. И поэтому молодежь наша участвовала в этом спектакле. Недавно состоялась премьера. Надо сказать, что режиссер, наша актриса была в данном случае, тоже ее, как бы в новом амплуае, это Кузина Екатерина Геннадьевна. И, на мой взгляд, успешно состоялась премьера эта. И теперь наша задача показать эти спектакли. Мы поедем по школам, поедем по нашим училищам. И сейчас уже наметим эту программу выезда. Потому что мы попробовали в театре. Это пошло. И будем это продолжать. Поэтому, видите, что мы привлекаем не только школьников будущего наших по проекту «От книги к театру». Второй проект – мы выбираем жизнь, когда сами участвуют. И третий – у нас в театре работает студия «Триам». Да, я знаю. Которая тоже растит маленьких актеров. А с другой стороны, дети получают там умение и сценической речи, и движение на сцене. И кто-то из них потом выберет эту профессию. Да. Поэтому я считаю, что будущее у театра есть. Вы знаете, когда проходит спектакль, то, что я уже говорила выше, да, мы его делаем в школьной программе. Первое время мы обсуждали с ребятами, а как они это воспринимают. Нравится, не нравится. Я задавала прямой вопрос. Ребята, не нравится, давайте открыто. Не нравится, мы не будем это делать. И вы знаете, были очень интересные вопросы. Они задавали, а как вы делаете трюк, как вы это трегируетесь. Нам советовали. А дайте нам программку, чтобы мы посмотрели, увидели. И вот я обратила внимание, они почему попросили. Им понятно, они придут, возьмут эту программку, найдут это произведение. И лишний раз посмотрим. Поэтому у театра есть будущее. Да, более того. Потому что мы его, мы растим новые поколения и стараемся прививать любовь к театру. Более того, у театра, на мой взгляд, сегодня очень важная задача. Театр это такое, ну, скажем так, не оружие, наверное, орудие, да, а воздействие на души. Потому что именно приходя в театр, человек что-то о себе новое узнает, себя видит, себя отражает, что-то о себе понимает, да, приобщается. Ну, это понятие как катарсис, да, катарсис, оно имеет отношение к вот именно очищению души. И здесь театр, на мой взгляд, играет очень важную роль, потому что смотришь иногда постановки современных, да, режиссеров. И немножко не по себе становится от того, как, в общем-то, классические, такие хорошие, интересные вещи можно, ну, скажем так, исковеркать. Исковеркать, изощрить, да, где-то, придать этому тот окрас, от которого, в общем-то, наверное, нормальному здоровому человеку будет немножко не по себе. И как важно, что в небольших городах есть театры, в которые, приходя, человек все-таки понимает, что вот она, культура, вот он уровень. Остальное можно при желании где угодно найти, да, но все равно вот этот вот момент вот этого чистого и вечного, и доброго, он должен быть. Поэтому задача и у актеров, и у режиссеров театра, на мой взгляд, достаточно серьезная сегодня. И в том числе, если вы с такими проектами, в общем-то, активно, да, работаете, это еще больше дает значимости. Это антинаркотическая направленность. И это, опять же, книга и театр. Сколько раз я задавала детям вопрос, а что вам интересует, что больше нравится, спектакль или книга? И в основном говорят спектакль, но я понимаю, что это заинтересовало, значит, тема заинтересовала. Значит, возможно, если он увидит книгу, он скажет, а, вот этот спектакль я видел, и я возьму эту книгу. То есть это действительно, ну, важно. Знаете, я бы хотела еще что отметить. Вот три коллектива, которые трудятся в театрально-концертном центре. И у каждого свой зритель. Да, да, заметно. То есть театралом идут зрители, которые с вопросом, которые ищут ответы. А, например, на русскую песню идут послушать именно вокал, манеру исполнения. На оркестр, это редко сейчас духовой оркестр. Я вам хочу сказать, что в Московской области, ну, очень мало духовых оркестров. И здорово, что мы его сохранили. Я бы отметила, мы с вами сейчас много уделили внимания театральной студии, ой, театралам нашим. Я имею в виду труппи театральные. Но мне бы еще хотелось остановиться вот на этих, на наших двух коллективах. Что характерно для оркестра духового? Ну, во-первых, приток молодежи. Вы знаете, это радует. Потому что оркестр у нас сейчас очень активно работает. У нас же сольные концерты идут. Причем у них почти каждый сольный концерт – это новые произведения. Их сейчас в составе вместе с солистами 30 человек. Где-то 10 человек ушли уже по возрасту, но по собственному желанию, понимая, что нагрузка изменилась, это сольный концерт, это репетиции количество увеличивается. И вот пришли молодые люди, и оркестр заиграл новой краской. Поэтому это радует. И не случайно они заняли первое место на международном фестивале. Также у распевов. То есть свой зритель. И часто хотят услышать именно в исполнении, я имею в виду, вы знаете, живую музыку. Конечно. Поэтому и оркестры идут на живую музыку. И надо сказать, что это развивается. И мы уже достигли, например, такого уровня, что сейчас все больше и больше приходят зрителей. То есть покупают билеты. И это радует, что это происходит. Но в последнее время, если даже посмотреть, почти каждый раз у нас полный зал. Это замечательно. Я вспоминаю те времена, когда это было пять лет назад. Это было гораздо трудно. Во-первых, мы были на новом месте. Во-вторых, нам необходимо было сделать внешний вид другой. И поэтому пять лет назад мы меняли фасад. Мы меняли определенный дизайн интерьера. И когда говорят, надо зарабатывать деньги в автономные учреждения, я всегда говорю, надо создать условия для этого. Поэтому здесь должен быть и внешний вид, и то, что мы сделали, когда хочется войти. И в то же время в театре должно быть театральное кафе, что мы имеем на сегодняшний час. И вот все это в совокупности, если мы еще раз обернемся с вами на пять лет назад, оно дало свои результаты. Это радует, что сегодня мы имеем театрально-концертный центр на Щелковской земле. А мы с вами уже говорили о том, что не у всех есть театр. И я считаю, что для нашего населения, для нашей администрации, это гордость, что у них на территории есть театр. Еще звоночек. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Татьяна Борисовна, а скажите, пожалуйста, критика помогает рабочему процессу? Конечно, помогает. Мы же критикуем друг друга. Вот совсем, особенно, когда ставится то, что я уже озвучивала, да, между двумя режиссерами идут, они же обмениваются мнением. У нас тут совсем недавно был просмотр. Мы готовили мини-спектакль маленький. Ну, малой формы. От книги к театру. Скупый рыцарь. И вы знаете, как разделись мнения? Какие были споры, поскольку просмотр был только тех, кто сотрудничает в театре, прежде чем выпустить. Это был прогон генеральный. Споры были большие. И критиковали, и говорили, и высказывали мнение. Поэтому два режиссера нас убеждали, допустим, что должно быть именно так. Объясняют, почему. Я считаю, вообще критика – это прогресс определенный. Здоровая критика и умение ее воспринимать – это говорит, вы знаете, о чем? О уверенности в себе. Не о слабости, а именно о уверенности. И здоровый человек, он всегда поймет критику и правильно ее расценит. Поэтому я только за это. За здоровую критику и за ее понимание. Ну и говорят, что в споре, в конце концов, может родиться истина. Да, и я думаю, что как раз-таки здесь у творческих людей именно это их сподвигает на что-то. Либо недаром есть театральные критики, недаром это все в целых виршах они расписывают. Я расписываю, да, и как так, и как так, и так нужно было, и так не нужно было. Ну, в общем, в целом, я думаю, что еще много, о чем можно поговорить. Просто сейчас уйдем на небольшой перерыв, а после вернемся и, конечно, продолжим говорить о творчестве. О чем же еще? Собственно, не уходите далеко. Возвращаемся в студию и продолжаем диалог с директором театрально-концертного центра «Щелковский театр» Татьяной Борисовны Ершовой. Ну, в тему уже других коллективов, которые тоже работают, которые активно занимаются, развиваются. Все-таки хотелось бы отметить, что наиболее таким приятным моментом для многих зрителей являются концерты именно оркестра. Потому что оркестр – это, опять же, не каждый округ, не каждый город может похвастаться оркестром. Он имеет давнюю историю, он играл еще в парке, насколько я помню, и всегда люди приходили, всегда слушали. И эти замечательные дни округа, города, когда он играет, когда он идет по улицам, это великолепно. Живая музыка, профессиональные музыканты, все великолепно. И у нас даже есть отдельный сюжет. Я предлагаю сейчас посмотреть, как наш оркестр, собственно говоря, выступает. Добрый вечер! Этой известной песенкой из фильма «Дайте жалобную книгу» поприветствовал гостей театрально-концертного центра «Щелковский театр» его духовой оркестр, открывая воскресным вечером свою новую концертную программу. «Песни театра и кино» – так она называлась, и включала в себя песни из фильмов, театральных постановок, оперет, классические и джазовые произведения. Мы постарались в этой программе затронуть большой спектр музыкальный, театральный, то есть, чтобы программа была настолько разнообразна, чтобы было интересно слушателям различных возрастов. Так все и получилось. В программе нашлась своя музыка для каждого. Для взрослых и серьезных – классика. Ария Мистера Икса «Заперетты принцесса цирка» или неаполитанская песня «О соли миру». Для маленьких и не только попури на темы песен из советских, но вечно любимых мультиков. Пожалуй, что было главным в этой программе. Духовой оркестр продемонстрировал не только свое мастерство, но и многообразие и широту возможностей своих солистов-вокалистов. А их с каждым годом в оркестре прибавляется. Этим вечером на сцену выходили Виктор Сухонос и Елена Лазуткина, Сергей Есин и Екатерина Мелихова, Сергей Коваленко, Екатерина Марахотова и Александр Югорский. Одни с оркестром с самого его рождения в 2001 году, другие совсем новые звездочки. В этом, может быть, наше преимущество, что мы имеем так много солистов, поскольку каждый имеет свою какую-то определенную нишу, которому дается какое-то направление лучше. Одному ближе классический репертуар, другому что-то более джазовое. Мы стараемся каждому, как говорится, подобрать тот репертуар, который больше ему подходит. Большинство произведений духовой оркестр готовил специально для этого вечера. Были и премьеры. Например, песня о корабле Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих». Очень сложная по исполнению как для оркестра, так и для вокалиста. Практически на 80% точно это новое произведение. То есть многие произведения мы делаем сами, аранжировки. То есть даже элементарно у нас нет нот готовых. Мы берем запись, или дирижер, или аранжировщик эту запись слушает и пишет для оркестра. И мы уже исполняем. Как рассказал дирижер Виталий Ананиев, сегодня духовой оркестр развивает исполнение именно оркестровой музыки. На следующем концерте свое мастерство покажут солисты-инструменталисты. Ну а пока порадуемся вместе со всеми зрителями тому празднику, который духовой оркестр подарил нам сегодня. Ну вот, как говорится, настроение и улучшилось. Потому что сразу и атмосфера та передалась, и вот этот вот дух вот этого оркестра, который мощно всегда звучит, ну прям замечательно. Откуда идеи вот эти берутся таких интересных вечеров? Потому что услышать музыку, вот особенно такие сложные произведения, в театре, ну это подарок для зрителей. Как приходят идеи, и опять же, как реализуются? Ну я бы, мы сейчас с вами на экране видели дирижера Ананиева Виталия Антульевича. Но я бы еще хотела назвать главного режиссера. Базилюк Альсанзотович, который, в общем-то, один из тех героев, который сохранял оркестр. Он пережил много всяких перипетий с этим, но выстоял. И верен этой профессии, верен этому коллективу. Затем также работает с оркестром Масась Николай Николаевич. Вот три дирижеры, которые ведут этот коллектив. Очень активно трудится еще солист, а на сегодняшний день председатель комиссии по культуре Есин Сергей Анатольевич. И вот рожают, прямо тебе не побоюсь этого слова, идеи у них в коллективе. Вот посмотрите, ведь два проекта замечательных было рождено именно ими, без подсказок каких-то. А именно вот предложение это первое было «Щелковские фанфары». И, наверное, наши зрители помнят о том День города, когда проходили оркестры, которые прибыли к нам. Они прибывали из городов Московской области, а также и, например, город Ярославль. Это уже Российская Федерация. И вот эта мощь, вот эта красота, вы знаете, это могут предложить только преданные этому делу люди. Они действительно любят то, что они делают. Или, например, второй проект «Виват Щелкова». Когда нас до сих пор приезжает, а мы уже не первый год проводим, это конкурс между духовых оркестров. Они приезжают к нам, а некоторые уже несколько раз, и благодарят за то, что не умирает эта музыка духовых оркестров, что мы поддерживаем. И надо сказать администрации спасибо, что на сегодняшний день выделяется финансирование на такие коллективы, потому что, к сожалению, в других городах просто закрывали. Так что вот это вот все поднимает настроение, а проекты могут только родиться там, где люди любят то, что они делают. Да, и я понимаю, что еще и оркестр активно сотрудничает и с театром, и с темпой театральной. У вас такой синтез. Синтез, точно. Мы, например, у нас, опять же, если мы вернемся к нашему проекту «От книги к театру», то маленькой формы спектакля, это когда, например, были поэзии поэтов Серебряного века, именно на фоне музыки сопровождение было духового оркестра. Или посмотреть наш премьерный спектакль, который был в прошлом году, «Варшавская мелодия», тоже участие оркестры. И вот такой вот симбиоз, он дает свои плоды. Это так здорово. Это необычно. По-моему, это отметил и мастеру Никиты Александровича Билеева Галибин, который приезжал и посмотрел, и был несколько, так сказать, удивлен тому, что это используется здесь. Такие возможности, конечно. А как их не использовать? На мой взгляд, это вообще замечательно. Ну, еще осталось подключить распевы к какому-нибудь интересному спектаклю, и вообще можно будет просто шедевр какой-то создать. Я понимаю, что тема фестивалей у вас тоже в таком топе, потому что и театральная весна грядет, фестиваль, который не первый год уже объединяет любителей театра, приезжают коллективы, и я вижу, какие яркие дети приезжают, какие интересные постановки. И это так приятно видеть, что понимаешь, что театр действительно не умрет, потому что это видно, это есть. Да, мы еще раз ответим на этот вопрос. Да, да, почему он не умрет? Потому что в том числе и такой фестиваль замечательный проводится. В этом году, я понимаю, что опять заявки приняты. Кто заявился? Да, театральная весна Подмосковья. Мы второй год проводим уже, он другого уровня. Здесь уже под эгидой Министерства культуры Московской области. Надо сказать, что вот на сегодняшний час, а у нас он будет проходить 21-22 числа, и 28-го это будет уже закрытие церемонии, подано 74 заявки. То есть порядка 20 уже городов, ну сейчас городские округа, заявились, заявились на этот фестиваль. Но надо сказать, он будет как бы две номинации. Одна номинация – это театральная часть и концертная программа, посвященная 75-летию Победы. А уже на второй день там уже будет и драматический спектакль, и кукольный, и музыкальный на свободную тему. Жюри всегда профессиональное, поэтому это интересно послушать тем, как оценивают кого, кто какие места занимает. Это тоже развитие. Это то, о чем мы говорим. Не умрет театр. Потому что все работает, все развивается. Да, это приятный момент еще и понимать, что как классическая музыка, как классический театр, так и народное творчество в Театральном концертном центре представлено таким мощным. Мы уже говорили про распевы, что это такой коллектив, имеющий очень тоже интересную историю. Возглавлял, я так понимаю, у истоков стоял Владимир Левашов. Это фестиваль памяти, который и нынче проводится, и тоже в том числе на вашей площадке проходит один из этапов этого конкурса. Вот эта народная тема, которая стала нам очень родной, очень близкой. Сегодня возглавляет Шелунов Геннадий, я понимаю, коллектив обрел старт. Заслуженный артист Российской Федерации. И участник ансамбля «Русская песня», коим тоже являлся Владимир Левашов. Сегодня уже обрел новое дыхание коллектив, и всегда особое удовольствие его слушать. И я так понимаю, что для театра тоже особый подарок этот коллектив. Репетиции проходят и так далее. Бывайте на репетициях, смотрите? Обязательно. Наслаждайтесь, наверное. Я наслаждаюсь этим. Я хочу сказать, что этот год знаменателен для этого коллектива. 40 лет, как создан ансамбль «Русской песни». 40 лет. Поэтому мы это будем проводить в апреле. 12 апреля посвящено будет именно ансамблю «Распева». Такой юбилейный концерт, юбилейная встреча со зрителями, со своими. Поэтому всех приглашаю, любителей живой музыки, вокала, приходить. Это будет замечательный концерт, где мы вспомним о том, как начиналось развитие. И, естественно, репертуар будет тоже очень продуманный и интересный для зрителя. А вот интересно все-таки в фестивале, да? Вы замечаете, насколько с каждым годом народ увлечен этой темой? То есть все-таки растет участие в фестивалях? Я про те, которые проходят у вас. Растет. Также растет вот то, что мы говорили с вами, театральная весна Подмосковья. Если в прошлом году где-то 40 к 60, сейчас уже 74 заявки, но потом же пойдет отбор. То есть будет серьезный жюри, который посмотрит видеоролики. И да, кстати, в этот раз у нас, например, заявки отсматривает управление культуры каждого города и уже направляет от своего городского округа коллектив. Поэтому они еще мини-конкурс проводят у себя. Кого же они направят? А затем уже комиссия рассматривает и видеоролики каждого и потом уже допускают. Поэтому сколько останется участников, кто победит, это все впереди. Интересно. А вот все-таки еще такой момент важный, связанный с приобретением билетов. Я знаю, что у вас есть такая практика абонементов. То есть как зрителю все-таки попасть, вот если есть желание у человека, допустим, регулярно ходить, регулярно смотреть? Это все решается. Ну, во-первых, у нас первое, у нас продажа онлайн-билетов есть. Это раз. И причем в кассе мы продаем и как за наличные, и так по карточке. Есть льготы, которые для категории многодетных, затем инвалидов. То есть все это расписано на нашем сайте есть. И у нас, например, были такие заявки мужчины-молодцы, которые покупали для своих дам абонемент, допустим, на посещение концерта. Такая тоже практика есть. Это мы обычно по заявке пробовали делать. Так что все это развивается, работает и дает свои результаты. А вот, если не секрет, предоставляете ли вы площадку свою для других коллективов? Есть ли такая практика? Есть такая практика. Вы знаете, тогда, когда, допустим, у нас мы видим, что к премьере идет большая подготовка. Мы ведь сейчас как выстраиваем работу? Чтобы суббота и воскресенье обязательно были или детский спектакль, или концерт, или взрослый. Потому что работаем для кого? Для населения. И чтобы наше население понимало, люди, что есть куда пойти. Есть куда пойти с ребенком, посмотреть. Но иногда, когда, допустим, у нас свободно попадает суббота, воскресенье, мы стараемся, если не получать, своим коллективом, они в ходе работы что-то готовят очень серьезно, еще не готовы выйти на площадку, мы приглашаем. Так у нас, например, был губернский театр Безрукова приезжал. У нас была областная филармония. Так что эта практика есть. И надо сказать, что у нас есть практика и наши выезды. Я могу порадоваться за нашу театральную труппу, что в этом году ее купили. Купили не куда-нибудь, а останки на концертный зал. Москва. Вы сами понимаете, что в Москве где-то порядка 92 театра. И эта конкуренция очень большая. И когда нас выбрали, а мы точно так же участвовали, отправляли ролики, отсматривали спектакли, и купили нашего щелкунчика. Купили, и мы выезжали. И 21 декабря давали спектакль на этой площадке. Кроме того, мы по Подмосковью также имеем возможность нас приглашают. И я хочу сказать, вот посмотрите, как коллективы выросли. Например, на Масленицу 1 марта обычно наши распевы здесь, а в этот раз их пригласили уже на другой уровень. Их Министерство культуры Московской области изъявило желание и посоветовало Красногорску, Парк Архангельск, и они ездили и выступали именно туда 1 марта. Ну, коллектив действительно очень уровень. Да, это как раз дает оценку определенного, что из всей Московской области, ну, и уровень также такой приличный, что именно позвали этот коллектив. И это радует. Поэтому у нас идет обмен и к нам, и мы выезжаем на площадку. Ну, я знаю, что еще есть такая тема, распространенная, мастер-классов, да, когда приезжают актеры, режиссеры, ну, или вот по какой-то специфике определенной, да, мэтры, может быть, планируется ли у вас что-нибудь такое интересное? Это мы обычно делаем именно на на нашем фестивале, там, значит, театральная весна, да, и планируем эти мастер-классы. Очень напряженно работаем с тем, чтобы было это интересно, было новое. Здесь будут и профессионалы высокие приезжать в уровне, а в этот раз мы готовим интересную программу, то здесь будут представители театра теней, кукол, поэтому для участников ну, будет что посмотреть, будет чему поучиться. Почему-то, знаете, подумалось, что, вот, как говорят, среди всех искусств, да, для нас немаловажный сегодня кинематограф. Не планируется ли случайно, ну, так вдруг, да, и с этой темой как-то связаться? Может быть, какой-то киноклуб открыть? Может быть, какие-то встречи интересные с актерами? Я же понимаю, что есть, да, задел, скажем так, вот с Семеном Морозовым, насколько я понимаю, да, встреча была? У нас был эксперимент. Это эксперимент, я знаю, но будет и продолжение, скажем так. Ну, я вам хочу сказать, что в рамках нашего театра этого не будет, а в рамках на территории городского округа вопрос будет рассматриваться, я думаю, решится. Я считаю, почему, это мое мнение, да, но у нас одна сцена, три коллектива. Зал используется и сцена используется. Мало того, что у нас, к сожалению, пока еще арендует большую территорию школа хореографии. Поэтому... То есть нагрузка на помещение большая. Нагрузка на помещение очень большая. Но я, например, считаю, что там, где есть кинозал, который по последнему слову сделан, ну, например, в Монино, который готовит и там идет ремонт, то да, смысл есть. Понимаете, что нужно еще? Создать условия. Не на стульчике сидеть и смотреть на экран, на этот, а чтобы это было действительно приятно, что можно просто сесть в красивые кресла, на большой экран, чтобы это было качественно. Поэтому, если будут сделаны условия, вот я, например, вижу это в Монино, было бы неплохо, там приличное количество населения, есть с кем работать, а кому понравится, поедут и туда. Начало было, как бы смотрели, но, понимаете, это надо, большая работа должна быть. Большая работа, потому что в том формате, который был у нас, это существует в нашей библиотечной сети. Это у нас с вами и на Пушкино 30 библиотеки. Мало того, что не только в городском нашем округе, вернее, на территории города Щелково, а вообще в округе в Щелковском идет, потому что сеть библиотечной работает, и, по-моему, для библиотек это очень хорошо, и они молодцы, они уже в этом году заключили договор и работают не первый год, а, по-моему, лет пять. У них договор с Москино. Это же надо получить еще разрешение на то, чтобы показывать фильмы. У них все это уже сделано. Если это будет предложен другой формат, то, наверное, есть смысл посмотреть. Да. Ну, просто я помню, что раньше рассказывали, люди приезжали, вот актеры приезжали в дворцы культуры, в дома культуры, да, ну, и вот у меня просто возник такой вопрос. Но мы не отказываемся от творческих встреч. Это при желании, ради бога, все может делать. Но я хочу сказать, что у нас на территории города Щелково работает наш центральный дворец, в котором не одна проходила творческая встреча. Да, 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 я просто... И мы, мне кажется, не обделены в этом плане. Нет, абсолютно. Я просто... Мало ли, может быть, вы от нас какие-то такие еще скрываете небольшие загадки и тайны, что будет дальше. Мы не обделены, на мой взгляд. Но я в любом случае думаю, что просто сейчас у вас уже такой серьезный задел из-за этих пять лет, которые вы скоро отметите. В общем-то, многое сделано, тем более, что у вас, можно сказать, вот заходишь и понимаешь, что вот полноценный театр. Шикарная выставка Яны. Кстати. Яна была, да. Я когда увидела, конечно, был восторг и понимание, что вот, наконец, теперь уже полноценный... Вот этого штриха не хватало. Увидеть актеров, увидеть их в действии, увидеть их... Эмоции. Эмоции, яркие фотографии, красивая, роскошная выставка, оформление просто на ура. И буфет, и, в общем-то, все есть. И даже вешалки, с которых театр начинается. Поэтому, в общем, и в целом, наверное... И мы с вами, говоря о Годе театра, именно вот не отметили, что это был еще один, да, плюс к тому, к премьерам, именно открытие этой выставки. Я очень рада, что Яна Булаш и дальше продвигается. Я совсем недавно была на ее выставке в областной думе. И очень рада за нее. И идея-то у нас возникла совершенно случайно. Мы встретились с ней случайно. Я сидела, думала, чтобы придумать на год театра. И прекрасно получилось. Вот именно она выхватила эмоции. И для зрителей, которые сейчас приходят, вы знаете, было спорно. Пойдет, не пойдет, как будет восприниматься, воспринимается прекрасно. Люди, которые понимают, они говорят о том, что это так здорово, что мы видим актеров в эмоциях. Причем мы там посмотрели, вот, кстати, мы уже внесли некоторые изменения в нее, поскольку у нас впереди 40 лет распевом, и уже появились и их кадры, которые тоже очень, да, интересны, и оркестр. Мы как бы в ней отразили все свои три направления деятельности. И мы с вами еще не упомянули, ведь в год театра мы были площадкой, которую выбрало Министерство культуры Московской области, когда передавали эстафету. Мы об этом сказали в самом начале, про эту эстафету. Я и говорю, что нам есть чем гордиться, конечно. Конечно, и я думаю, что в любом случае, даже если мы сейчас скажем о том, что будет, и всего не расскажешь, потому что я думаю, что творческие люди вокруг, идей много, желаний тоже немало, и все это будет воплощаться, учитывая все-таки такие сильные коллективы. И хочется вот просто в завершение, у нас уже время подходит к концу, пожелать, чтобы это не заканчивалось, чтобы всегда вот этот фонтан творчества, фонтан искусства не иссякал, был ярким, был очень таким направленным, ну и чтобы вам хватало, собственно говоря, сил и понимания, где-то терпения. Творческие люди, они непростые. Не простые. Вот, в общем-то, все это держать вот в своих руках и, так сказать, продолжать все это делать. А я бы еще хотела сегодня обратиться к нашим зрителям. Я всегда говорю, наш коллектив, он ведь не приехал-уехал, гастроли хороши, а мы здесь живем. И мы встречаемся глазами со своим зрителем. И это очень важно. И я хотела бы еще пригласить всех, женщины, обратиться к мужчинам, если они у телевизора, а если нет, то я их хочу пригласить. Потому что 9 марта у нас будет замечательный концерт. Называется «Весенний букет», который в 16.00 состоится. Вот там все, что мы с вами говорили о наших коллективах, об оркестре, о распевах, все можно будет услышать, увидеть. И я вас уверяю, это будет замечательный концерт. Поэтому, дорогие мужчины, купите билеты своим женщинам. Пригласите, придите с ними, сделайте подарок в этот весенний день. Поэтому всех наших дам, именно наших женщин, замечательных, редких, хочется поздравить с наступающим праздником. И всем пожелать, любите себя, приходите к нам в театр. Мы вас любим и всегда ждем каждого зрителя нашего городского укропа щенка. Это был замечательный диалог с Татьяной Борисовной Ершовой. Так что приходите обязательно, а тем более какой-нибудь замечательный праздник. До новых встреч. Счастливо. 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 Счастливо.